Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Тема нашего видео – два главных секрета для ловли щуки осенью. Итак, секрет первый. Щука ужасно не любит резкие перепады температурного режима. Рыба относится, как всем известно, к хладокровным, а из-за понижения температуры в ее организме сразу замедляются биологические процессы, в результате чего существенно снижается ее активность. В холодное время года щука проявляет активность меньше всего. Главная ее задача даже во время охоты потратить как можно меньше сил и энергии. В холодное время года щука большую часть времени стоит неподвижно на одном месте в ожидании проплывающего малька. Отметим, что размер малька должен быть большим, дабы усилен рывок в момент атаки потрачены были не зря. Осенью неглубокие озера остывают с большой скоростью, в результате чего активность щуки притупляется. Кроме этого, важно правильно подойти к вопросу, связанного с выбором искусственных приманок для ловли щуки. Осенняя щука, как показывает практика, лучше всего начинает ловиться после обеда. Это стоит запомнить. Секрет второй. Большое значение, конечно, на щучью активность оказывает погода. В большей степени это касается освещенности и атмосферного давления. Как может показаться, в тихую солнечную погоду щука должна быть активнее всего, так как вода быстрее прогревается и условия в водоеме становятся более благоприятными. Однако это далеко не так. Щука активнее всего в пасмурную и дождливую погоду. Объясняется это тем, что осенью степень прозрачности воды достаточно высокая, а это негативно сказывается на комфортности щуки. Поэтому в солнечную погоду хищница старается как можно быстрее спрятаться от солнца и меньше всего думает об охоте. Также важно отметить, что в солнечную погоду атмосферное давление всегда высокое, что очень негативно отображается на активности хищницы. Что касается пасмурной погоды, то практически всегда давление невысокое и, что самое главное, стабильное, что в свою очередь повышает степень активности щуки. Кроме этих природных факторов, на клев щуки влияет ветер. В дни, когда ветра нет, щука становится более осторожной и старается по пустякам свою засаду не покидать. Однако отрицательно сказывается на клеве и ветер, который дует с востока или с севера. Лучше всего для ловли щуки подходит ветер, дующий с юга-запада или юга со скоростью не больше 7 метров в секунду. Многие рыболовы на рыбалку стараются отправляться в солнечную и тихую погоду, а в дождливой рыбалке даже не задумываются. И это самая большая их ошибка. Сравнивать комфортность для человека и комфортность для рыбы нельзя, поскольку эти вещи полностью противоположные. То есть, что хорошо для человека, то плохо для рыбы. Следуйте советам и присылайте фотографии пойманных вами трофеев на почту, указанную в описании. Также в описании вы сможете найти ссылочки на лучшие рыболовные интернет-магазины. Всем удачи!